Добрый день, уважаемые зрители! Продолжаем цикл передач, посвященных CPA-маркетингу и тема нашего сегодняшнего выпуска «Новый уровень работы с веб-мастерами». Гостем нашей студии является Екатерина Бибик, руководитель по работе с рекламодателями компании «Адмитат». Здравствуйте, Екатерина. Что такое «Новый уровень работы с веб-мастерами» и чем был плох предыдущий уровень? Дело в том, что в 2014 году мы поняли, что того уровня работы с партнерами, который был раньше, его недостаточно. Что за старый уровень? У многих рекламодателей сложилось мнение, что CPA-сеть – это партнерский агрегатор, который объединяет в себе различные площадки с различным видом трафика. Допустим, социальные сети, некоторые партнеры-арбитражники, блоги, веб-сайты. Ну и, скажем так, трафик не всегда может быть хорошего качества, разные сайты попадаются. Тут мы поняли, что, собственно, нужно с этим что-то делать и нужно на рынке показывать, что CPA-сеть может работать также и с крупными проектами, такими как и платежные системы, и программы лояльности. И что самое главное, что с этими проектами тоже можно работать с оплатой за результат. Вот, ну, собственно, 2014 год, мы как раз и будем над этим работать. Есть примеры работы с платежными системами, есть кейсы, которыми вы готовы поделиться. И есть понимание, какие рекламодатели туда придут. Ну, да, собственно, платежные системы, они пришли на CPA рынок не сразу. Мы рассказывали и показывали им, что они могут сделать со своим трафиком в силу того, что трафика много, они умеют его таргетировать, они знают свою целевую аудиторию. Более того, аудиторию они могут таргетировать по среднему чеку, по тому, какие покупки делают эти пользователи, из каких городов. Ну, то есть, в общем, масса таргетов, которые можно использовать. Вот, поэтому мы предложили работать с купонами, с акциями, с бонусами, которые они могут показывать своим пользователям. Пример. Ну, на данный момент у нас был опыт работы с РБК-мани, я думаю, что всем известная платежная система. Вот, они как раз-таки самые первые начинали работать на CPA рынке с оплатой за результат, делали рассылки, работали с купонами, все успешно. Сейчас мы сотрудничаем с Яндекс.Деньгами, они тоже пробуют эту систему, но, естественно, это для них новый этап. Исходя из концепции подключения платежных систем, крупных порталов, правильно ли я понимаю, что структура партнерской сети Адметада в ближайшее время ждет кардинальные изменения по своей структуре? То есть, тот пул веб-мастеров, с которыми вместе был организован старт Адметада, будет трансформирован в сторону имиджевых партнеров, нежели в сторону тех партнеров, которые приносят деньги. Нет, почему же? Мы работаем со всеми партнерами. То, что некая трансформация произойдет безусловно, и, наверное, можно сказать, что трансформация произойдет в сторону более тесного общения, потому что у многих наших партнеров появляются личные менеджеры, с которым как раз личный менеджер – это тот человек, который может подсказать, может объяснить, может указать на ошибки, может указать на преимущества, на которых можно сыграть и получить результат. То есть, хорошие продажи и, соответственно, заработок. В одной из более ранних передач, которые мы записывали с Александром Бахманом, он омолвился такой фразой, что на оффер, собственно, в среднем успешно работают 3-5 веб-мастеров, а вся остальная структура веб-мастеров, она больше занимается тестированием и пробует. Отсюда возникает вопрос. У вас одна из декларируемо крупнейших партнерских сетей по количеству веб-мастеров, и будет ли как-то выстраиваться политика в сторону обучения всего этого многообразия веб-мастеров? Ну, безусловно, для нас, как для сети, каждый партнер играет свою роль. То есть, именно благодаря большому количеству каждый вносит какую-то частичку в работу сети, и каждый партнер для нас важен. Поэтому мы стараемся по максимуму уделять внимание, естественно, крупным. С крупными мы готовы работать более тесно, то есть готовы их знакомить с рекламодателями, готовы помогать им по рекламным материалам, по презентациям. То есть, полностью, все наши возможности мы готовы им делиться. Вот, в отношении не крупных партнеров, во-первых, есть техподдержка, которая работает у нас 24 часа в сутки, и она готова ответить на все вопросы. То есть, все вопросы, которые поступают в техподдержку, эти вопросы так или иначе доходят потом до менеджеров рекламных компаний, и они дают ответ. Ну, и в дальнейшем, естественно, мы не забываем о том, что рынок партнерского маркетинга растет, растет все большее количество партнеров, которые хотят работать. Работать с CPA-сетями, работать с интернет-магазинами, и мы будем стараться работать над тем, чтобы были какие-то обучающие курсы. Более того, мои коллеги проводят семинары периодически, на которые можно и в онлайне посмотреть, можно посетить. Ну, я надеюсь, что наши коллеги по рынку тоже будут способствовать тому, что партнеры смогут учиться. Что такое крупный партнер? И крупный партнер – это всегда площадка, или это партнер, который обладает некой емкостью трафика, или еще какие-то признаки, чтобы человек мог себя идентифицировать. Я крупный партнер, или я партнер другого уровня? Ну, для нас крупный партнер, конечно, который делает хорошие объемы, который входит в топ-50 по объему. Объемы мы все знаем, мы их можем посмотреть. Но, опять же, есть партнеры, которые… крупные партнеры нашей сети, а есть крупные партнеры в каждой рекламной кампании. Поэтому каждый партнер может стать крупным. Хорошо. Если говорить, упоминали про программы лояльности, что это за программы, и каким образом они встраиваются в CPA-маркетинг, и каким образом вся эта история разворачивается внутри стратегии партнерской сети? Программы лояльности, я их, если честно, очень люблю. Я очень рада, что мы начали с ними сотрудничать. Одни из программ лояльности, с которыми мы сейчас активно работаем, это «Малина» и «Много.ру». С ними очень мы тесно общаемся, чуть ли не каждый день. И было действительно очень интересно, что они решили выйти на рынок CPA, потому что вроде бы программа лояльности, она может существовать независимо от партнерской сети. Но, как оказалось, им очень удобно работать с нами, потому что, подключаясь к нам, они получают доступ к полу рекламодателей, к огромному полу, с которыми уже заключены договоры, проведены переговоры по поводу условий, и проведена работа. И, естественно, им очень удобно, потому что они, в принципе, могут подключиться к любому рекламодателю за клик. Как мы с ними работаем? Естественно, программы лояльности, они, как правило, работают за баллы. Баллы они конвертируют из своего вознаграждения самостоятельно, а рекламодателям достаточно дать просто согласие о том, что они готовы работать с данным вебмастером. Плюс для многих рекламодателей это большая проблема заключить договор, потому что пройти стадию согласования с директорами, с различными подразделениями. И здесь, опять же, это уже один клик, одно «да», и уже рекламодатель начинает работать с программой лояльности. Плюс программы лояльности делают рассылки, то есть они размещают у себя на сайте предложения наших рекламодателей и делают рассылки. Один из проектов, который был у вас замечен, это «Блэк Фрайдэй». Есть ли какая-то информация по нему, как это было все организовано, какая-то статистическая успешность для участия в таких проектах рекламодателей, ну и, собственно, выгода для системы и для вебмастеров? Да, проект «Блэк Фрайдэй» был для нас экспериментом, потому что, когда они пришли, собственно, даже ребята, мне кажется, до конца не знали, что получится в итоге. Какие-то моменты мы нарабатывали вместе по ходу, готовились мы порядка трех-четырех месяцев, это была плодотворная работа, каждый день. По факту они получили, можно сказать, штат сотрудников адмитат на время подготовки к данному проекту. Вот что хочется здесь выделить, что как раз-таки «Блэк Фрайдэй» — это такой очень интересный проект, что вебмастер не просто предлагает трафик, он предлагает совместную работу с рекламодателем. И вот очень здорово, если бы другие партнеры тоже предлагали какие-то рекламные кампании, предлагали не просто свой трафик, а предлагали что-то более масштабное. Потому что рекламодатели готовы сотрудничать, они готовы что-то придумывать вместе. Значит, собственно, «Блэк Фрайдэй», кто не знает, это акция с грандиозными скидками, которая была проведена в декабре 2013 года. Немножко расскажу о цифрах. За 2013 год было сделано обороты для наших рекламодателей свыше 200 миллионов рублей. Большая часть заказов пришла именно на декабрь, но при этом были и постзаказы по кукам. И, что интересно, до старта проекта ребята собирались в базу, которую потом конвертировали в продажи. И даже до запуска проекта просто по логотипам приходили пользователи и делали покупки. В качестве, в количестве продаж, которые они сделали, в районе 35 тысяч. Вот, собственно, это хорошие результаты. Тогда, может быть, пару слов о самой механике поговорить, как это все организовано было, что это себя внутри представляет. Собственно, проект «Блэк Фрайдэй» – это агрегатор скидок, которые предоставлялись в один день, 6 декабря. На основе XML был создан некий магазин-агрегатор уже с учетом скидок. И пользователь мог зайти, выбрать понравившийся товар и уже перейти на сайт рекламодателей и сделать заказ уже непосредственно там. Плюс нужно сказать, что было очень много довольных рекламодателей, особенно те рекламодатели, которые, может быть, не очень крупные, монобренды. Потому что пользователи узнали о них, об этих интернет-магазинах, кто-то совершил свои первые покупки в них. И у многих продажи превысили в три раза обычный объем. И что самое главное, что даже средний чек не упал, потому что, как мы все знаем, что пользователи, покупая со скидками, покупают больше, чем если бы они купили без скидок. Поэтому средний чек не упал, продаж было больше, чем обычно. А правильно ли я понимаю, что это получился такой большой супервебмастер? Да, большой супервебмастер. И правильно ли я понимаю, что есть желание строить больше таких супервебмастеров, которые придут с оригинальными идеями? И вы, собственно, готовы подключать большое количество рекламодателей и рассказывать им, почему стоит поучаствовать в этом стартапе? Именно, вот прям то, что я хотела сказать, именно так, именно в точку, да, действительно. Более того, мы даже подключали некоторых рекламодателей специально под проект Black Friday, потому что они подходили по тематике, по сегменту. Так что мы ждем таких партнеров, которые будут с идеей, мы готовы им помогать, потому что, безусловно, есть определенный опыт, как CPA и CT у нас. И мы можем помочь сказать, как там лучше проинтегрировать что-то, как что-то сделать лучше с технической стороны. Так что мы ждем, мы ждем этих партнеров. Спасибо, что нашли время прийти рассказать про новинки. Спасибо вам, уважаемые зрители, что нашли время посмотреть, послушать нашу передачу. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин